так сейчас ждем когда запустится я увижу что она мне пошла все запуск трансляции вывез в эфире всем привет с вами как всегда евгений макаров и в этот раз мы еще с ильей канал и почти как всегда да кстати да надо ссылку на твой канал тоже сделать это я зону да ладно успею на друзья всем привет тему я думаю очень даже понятно ну и конечно же наверно не только про освещение 19 век потому что тема большая ее можно неоднократно поднимать и видео по это в одном видео все не показать мне рассказать вот и кто знает у ильи вышло недавно видео она называется уличное освещение вот и ну-ка на прям так набирайте канал канал цель назор youtube и заходите смотрите у меня кашка все-все подтормаживает это естественно как же без этого так причем это совершенно не об интернете я про себя мозги не работают друзья не обращайте внимание на шум такой фоновый да это улитом жарко и поэтому приходится включать вентилятор чтобы хоть как-то скрасить одиночество одиночество беря так ну вот я знаю что я не буду показывать к сожалению не вижу что ты показываешь нет я сейчас твой канал ссылку на твой канал скину в чате лара смит привет кто тут еще в общем давайте все подходите мы ждем всех а почему так долго не было стримов ну во первых очень загруженные недели такие сами понимаете какие сейчас недели идут в христианской среде вот а еще я приболел думаю в этого будьте ощущать час по моему голосу такой гнусавый буду ну ладно что поделать вроде как сейчас полегче стало в общем у нас докладчик илья канал цель назор я скинул вам ссылку в чат вот поехали начали илья тогда 8 можешь расчасти соратники а посмотри пожалуйста же не ты видишь что сейчас на у меня на экране я вижу да и зрители напишите пожалуйста потому что илья сейчас делают ну показ экрана я надеюсь что чтобы все чтобы уже называется запустилась у всех показ видно да 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 вижу вот все вижу вижу все отлично надеюсь что все остальные тоже увидят потому что это просто необходимо иначе все слова будут немножко впустую и так сегодня наконец таки мы добрались до уличного освещения которое было абсолютно повсеместным по всем городам на всей земле одинаковые фонари однотипные абсолютно одна конструкция очень большой верх у них почему-то казалось бы для чего какая-то массивная такая крышка с короны такой непонятный казалось бы зачем фонарям корону и вот эту тему меня наконец-таки заинтересовал я знаю что евгений очень давно эта тема интересуется но вот я так и добрался и как-то систематизировал всего немножко какой-то вид от этой да и вот у нас совпало так интересно с женей и вот мы решили сделать этот чат этот стрим обсуждения по поводу того все-таки какие они были и на чем работали потому что официальная история нам рассказывать что это все таки были газовые фонари с этим меня вопрос а вот этот человек на видео что он делает но понятно что египетская стела там стоит она в каждом городе стояла и в каждом городе европейском включая екатеринбург новосибирске прочее стоят такие стелы как и арки и нам говорят что все их привезли с египта и на всех у них на всех египетские иероглифы где могли замазали но не везде частности такая 300 тонн и махина стоит в париже говорят что париж привез она в риме стоит она в нью-йорке стоит и так далее я говорю даже в новосибирске и екатеринбурге носил в екатеринбург то кто привез ну ладно и такие же одинаковые очень красивые фонари по всему миру но тут говорят что просто в газовые фонари эти у меня вопрос возник и пишите прав в комментариях соратники коллеги что вы думаете откуда мог появиться газ таких количествах чтобы а вот так освещать все потому что его нужно было очень и очень много это первый вопрос второй подходил все потому что очень много фонарей вот такой формы где некие шары висят следующий вопрос все таки как он вот по этим перилом шума остров и везде где были газопонижающие по станции потому что если газ невысокого давления его невозможно передать поле менее каком-то нормальном количестве его нужно сжимать ну и следующий вопрос как вы видите здесь почему-то трамвайчик фотка мне очень понравился трамвайчик без лошадок это понятно но вот это вот каланча она явно для освещения потому что есть водки где такие же штуки горят лампа это явно не спутниковая тарелка и вопрос а что там горелый как туда газ подавался как он не тушился ветром и так далее может быть все таки это электрическое было и возникает вопрос а если это было электрическое то где были собственно провода источники питания в нашем понимании потому что ну должны быть лампы но нигде не цоколей мы не видим евгений как ты считаешь были ли цоколи в тех лампах и больше не шаги прошу вас взглянуть на собор петра и павла в вот частности вот в таком фонаре 22 гений в новый год да 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 я здесь слушал орда вот замечательно смазать сейчас проводочек да он наверное как-то работает но я не вижу как он работает как ты думаешь где там вместо для цоколя так вот таких вот в таких вот дракошах дак там горела все ям цепочка цепь понимаешь там газа точно не по что там могло тут даже я скажу даже провода здесь нет и проводами да да здесь нет вот я даже здесь лампы не вижу ну матовое стекло да наверно и пока что это сейчас она раньше то вот и да еще такой момент что наверняка не везде были лампы а сама по себе вот это вот если сможет так вырасти колба то есть весь фонарь она он собой представлял уже ну так скажем готовую лампу или вот я только я не думаю что там обязательно вакуум был или его не было да у тут кстати явно видно что фонарь такой большой очень красиво каждый вот не бывает просто какой-то палки уголка как у нас сейчас делают ведь или полно творчество везде вот тут в каждой завитушки сейчас секундочку это я прислали сразу сообщение на экран складмен спасибо за сообщение за донат евгения и коллеги прошу взглянуть на собор петра петра и павлов в спб на невском проспекте ну да знаем такой в новый год был там семьей и слушал орган а а сейчас понимаю что он похож на сгоревший французский собор вот честно говоря все таки там как-то по-разному конструкция одного и другого собора вот я затрудняюсь сказать почему что чем он может быть похож может быть сзади вот эта часть выделяется может быть там чем-то похож вот илья ты знаешь да или нет как на это можно отреагировать ну можно их на обоих причислить к этому готическому стилю условно да кстати насчет собора давайте сейчас мы поговорим про освещение да вот сейчас или начал и обязательно к это вернемся к этой теме потому что есть что показать и что сказать по этому поводу давай не туда пока еще и что показать несмотря на то что они горят пачками то есть больше десятка сгорела только по снг разных церквей в это же время вместе с монстр дам но об этом молчат вот это я горелого четыре я видел прямо видео хотел сделать что-то потом много других видео заливать пришлось там портуть и кстати две премьеры скоро регрессивный гипноз с позволения автора канала я заливаюсь с моими комментариями елена геренгеле и также будет очередное видео портуть и скоро вторая часть по звуку то есть у меня два раза в неделю будут эти примеры но сейчас давайте вернемся к нашей красоте потому что это просто шедеврально каждый завиточек он не просто светочек он дома повторяет течение энергии неких потому что завитки нужны для того чтобы направлять эфир и каждый завиточек имеет смысл посмотрите вот на эту красоту которая пока зажение и видно да да конечно это роскошно просто это слышно никакого места не для труб не для проводов и очень массивные набалдашники наверху никакого выхода от горячего воздуха либо продуктов сгорания и буквально к это некое произведение искусства и вот тут точно нету даже не ничто не предусмотрен ни под какие провода просто это невозможно вот эта штука этот шедевр я сомневаюсь что он сейчас используется как освещение как просто декор украшение осталось но посмотрите вот что у этой девушки наверху видно же даты попробуй увеличить если можно ну если позволит скажу интернет пропускать способность интернета к сожалению да там а может и хорошо что там так зато они будут цели и всех этих влияний очень много старых домов бангладеша не в разрушенном состоянии но видно что они-то потопные видно ничего общего они с местными не имеет это вот наши старые российские дома кирпичные такие же один в один просто почтовые станции один в один из таких сельские клубы здесь такие тоже есть если кого только не заброшены примерно как и остальные дворцы типа путь и комплекса и в натуре есть хороший комплекс я назвал его русской усадьбе ну так вот может быть плохо видно но все-таки я скажу что вот у этой девушки там голова такая на фонаре как вот на 100 на статуи свободы в сша такая же такой коронарный разряд некий непонятные лучи расходящиеся то это символ света некий вот это просто символ я не думаю что какое-то там утилитарное факультативное значение или чисто допустим и культурное значение за там для красоты для красоты и вот посмотрите ряд фонарей просто вдоль всей стены с массивным верхом корона для получения все-таки настаивают эфира и из концентрации его в приемник в рупорную антенну которая фокусировала излучение сверху который получала коронарная типа антенны вивальди такая корона это тоже антенна она я фокусировал них давала на купол на рупорную антенну она фокусировала все поля вот этот вот вихрь в одном месте на кончике иглы снизу была все-таки игла и шло заземление посмотрите вот тут видно что игла и не заземление верхушка не 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 то есть получается два потока два виха встречались в одном месте вот здесь вот так такая же ситуация это как мини маяк мини маяк то же самое сверху что-то улавливала давала на шатер на этот на купол который он фокусировал в одном месте и вот в этом а в одном месте несколько вариантов могла быть просто рога за разрядная трубка любая с линзами а мог быть просто такой же искровой промежуток к на кончике иглы всегда образуется вихрь поэтому шпили тянулись максимально вверх здесь мы видим то же самое то есть я не верю в совпадение если такая форма была везде значит это для чего-то нужно значит они везде были одинаковые донесли какую-то функцию наверху вот этот купол массивный он был нужен для того чтобы концентрировать вихрь и направлять его в одно место иного варианта у меня просто нет вот тут сама конструкция давила вихрь вот на эти наболтажники потому что шар это идеальная форма для того чтобы концентрировать заряд электричество он как бы концентрирует как некий как капа ситов как это прям по русски то что писал на английском конденсатор вот конденсирует и передает вниз и вот дальше вот эта же форма она распределяет его на все лампы и внизу мы видим в противоток такая же такой же набалдашник но восходящий поток ловит и вот где-то на пересечении сейчас это уже убрано но раньше это было я уверен стояли такие иголки на которых все и было нечто подобное мы видим здесь наверху тоже такой конденсатор массе аналитическое он передавал потоки на вот эти вот сами светильники а снизу было просто затемление и сам это столб он нес функциональную нагрузку он тоже светил вот это просто шедеврально наверху антенна идет на шар везонатор и конденсатор дальше передает и все это создает поле колебания эфира и затем просто отойдет конструкции про и проще это улавливать много фотографий существует где буквально в поле стоит стол такой и он светится он либо обмотан чем-то светящимся либо не на верхушка светится либо рядом вот такие вот два фонаря на нем стоят и они светятся и у того же про владимира и у многих других тоже есть такие фотографии и чуть позже попробую сделать вот тут видно что устал до завалился один из них да и отдохнуть но по крайней мере видно что вот это вот у них место для она чужеродна тут не предусмотрено ничего для лампочки и и вот видите даже вот сейчас это все закопчено если бы это был газ то там бы буквально мыть приходилось больше чем бы он светил и соответственно повторить без высокого давления подавать соответственно если есть высокое давление нужны трубки соответствующие это целой индустрии нужны клапана предохранительные клапана там спускные и так далее и что-то нужно чтобы понижать давление у нас сейчас это шерпы то есть у нас к экрану такие шаровые и игр и есть и шерпы это целая система чтобы не было утечки потому что если будет . будет взрыв но как минимум утечка то есть а где его взять говорили что из дерева древесный газ это штука нужно сжечь пиролизом и как потом чистить потому что он очень грязный пиролизный газ древесный газ что-то подозрительно чего это терзают меня смутные сомнения вот а такие штуки не могли работать просто там нет места технически для труб она очень массивная вся эта конструкция а в некоторых местах она очень тонко то есть там нет места для какой-то трубы там вся это для газовой трубы там только для несущей конструкции вот это центрально несущая конструкция ну и как мы здесь видим вот эти вот шары круглые которые светили они просто чуть ли не в неюсомости то есть там нет никакого места для подведения даже сейчас я думаю провод с трудом то завели раньше точно не было для газ однозначно отпадает и я не знаю как светилась раньше если была переменка перемен куда-то тоже не завести это был постоянный ток контроль передавался через атмосферу колебаниями эфира это мое мнение как ты считаешь и реки но я совершенно согласен с тобой потому что еще хочу добавить что вот ты говорил про иглу если сейчас удастся найти у ну такие близкие фото именно старые фото 19 века то очень раз хотел да если хочешь то можешь прям сейчас свою пока говорю набрать того что посмотри вот что мы видим здесь кресты да кресты черный это сделал наверное религиозные таких религиозный фонарь я христиан суши новый термин появился религиозный фонарь вот он и их и их везде много и здесь получается религиозный фонарь вот тут явно нет ничего для вот тут видно что сбоку припеку прилепили черный проводок видите вот он идет но неужели тот кто сделал вот это вот я даже не знаю как сказать назвать этот шедевр но это шедевр и неужели при изготовлении не могли предусмотреть что-то для проводка но это чушь полный этот проводок здесь как вот седло на корове вот не к месту он но в то же время шары были они предусмотрены соответственно эти шары светились а вопрос как они светились тогда если точно нет газа и точно не было проводов потому что вот здесь инородный предмет какой-то провод как вот на это и на этих королевских фонариках что-то светил это понятно молочные шары так называемые они везде были они в церквях были они светились как бы сами по себе в поле как сейчас любая газоразрядная лампа светится в выскочастотном электромагнитном поле качера брови на генератор аргона катушки тесла поднеси и засветится любая энергосберегайка и здесь то же самое немножко ртути и иллюминисцентного состава внутрь и он будет светиться вопрос тогда как возбуждали эфир чтобы светились эти лампы какое было бы выскочастотное поле и по идее чугун металл должен гасить это забирать заряд на себя но в то же время мы видим что наоборот сознательно и целенаправленно лампы окружаются вот металлом они именно окружаются чтобы этот металл создавал поле тогда вопрос какие были характеристики этого поля что металл ему мягко говоря нипочем что что стоял что ехал так что соратник пишите в комментарии что вы думаете какое-то было поле которое заставляло светиться день да да и какой металл был какой сплав может быть сплавы потому что везде мы видим какие-то ну видно что металл отличается возможно что вариантов было много вот кстати замечательный такой столбик что меня еще поражает то что сейчас при всей нашей так скажем якобы развитости до прогресса таких фонарей не делают а если делают то только ради стилизованного восстановления вида улицы якобы ну то есть и делают очень топорно то есть очень тонна такой не сделать вообще а ты наверно слышал историю про переноса арки в москве нет но вот эту арку и одну ее же перенесли связи с реконструкцией там улицы а ты имеешь ввиду триумфальных типах да триумфальную арку одну и там ну нужно было сдуру распилили одну статую чугунную казалось бы да ну чё делать решили а давай-ка мы сделаем так вы же не получилось потому что очень тонкий чугун одну лошадку которую спилили потом немножко пожалели и при не прикрыли то есть но не получилось сделать такую же потому что нет уже таких технологий которые были тогда такой тонкий чугун залить не получилось они были пустотные пустые плюс такого сплава не до ним не добились они и все потом было в коррозии чугун не он либо покрывается большой коркой а то вот такого блестящего не уже не добиться то есть но это целую историю статью читать снова но не получилось восстановить ту статуя которая была там казалось бы простая статая но мы сегодня восстановить не можем потому что настолько тонкое чугунное пустотное литье нам недоступно то же самое коллега сделал анализ нержавеющих шестеренок разгадки истории то же самое аналогичная ситуация пять процентов цинка вместе с чугуном любым с любым металлом неважно со сталью недостижимо потому что цинк уже перестает испаряться полностью когда сталь только начинает плавиться то есть их невозможно вместе как воду и свинец соединить то есть вода испариться когда свинец только начнет плавиться вопрос хорошему как его для аналога да каким местом каким боком как их сплавили да нам говорят лаптица бородатые мужики или колонну чем блин пиписьками какими-то я не знаю чем это мое объем экскурсоводы так искренне в это верят я тоже когда-то верил сейчас просто ну на поражать только смотри илья два комментария сейчас зачитаю так вера пишет елисеева даже не сравнимо с тем что сейчас у нас массово производят до хороших кстати комментарии в плане этого производства это какое мастерство должно быть чтобы массово такую красоту производить вот и вот реально если допустим даже иногда говорят что это какие-то ручные работы да сколько надо ручных работ сделать сколько надо мастера невозможно но ты посмотри с массовое производство красоты как 6 метров вот они вот любой столб он это вот на высоте 6 метров это какая станина это что кузнец тела на чем это сделать на коленке прокатный стан должен быть это вот подумать если любой технолог скажет что это но не никуда не не ручной вот этот вот большой столб с такими выщерб временами я не знаю как это ставит а старый столб или это уже современный это еще старый ну вот и любой ты видно и это было действительно массово то есть это было по всему миру насчет слотари насчет энергии тоже второй комментарий ты пока сейчас тоже расскажет берлин берлин лайф такой ник значит в армии ну эта тема мне тоже близкая это как в одной серии об этом говорил показывал что называется это энергетики прошлого в армии подходили к локатору во время работы с лампой дневного света до внимание горела не то что горела она горела ярче чем из сети запитана вот такой момент то есть получается да вот это вот высокочастотное поле ну давайте назовем электрическое потому что кто как называть там электромагнитное магнитное там электрическое поле можно просто назвать просто электрическое поле именно распространяемое значит в результате работы локатора да он же как отправлять сигнал чтобы обратно принять все верно да и вообще честно говоря опять же вот получается да что такое радар это раздатчик энергии да эти лампочки могут гореть в его поле но правда беда в том что все таки это радиация и можно там не хило так облучиться что такое радиация ра это свет анти это давать ну то есть но солнце тоже радиация все в этом мире радиация вай фай радиация просто какая на тех частотах мы его окружены радиацией посмотреть какую красоту я обнаружил а то красота везде буквально сам столб с этими детишками сидящими это просто красота неописуемо который мы сейчас не повторим но форма шары резонаторы вот они эти изгибы все они вот это раздатчик не вай фай а все всего что чего можно это все в одном лице вот все все в одном да и вот эти молочные шары наверху от конденсатор и смотрите на здание за ним то есть этот стол должен быть еще на три метра выше потому что высота окон и ниже были еще такие же окна ну да ладно знаете что на окна какая красота тоже излучающие вы думаете случайно там они заделаны вот так все окна были решетка фарадея зачем блокирует какие-то излучения окон как вы считаете пишите потому что это не от воров эти решетки тоже были в то же время установлены что и вот этот столбик и они и наверху только за эти то есть все то есть там куда даже залезть не могли да и не нужно было никому никого залазить другое было общество я не идеализирую но просто другое было общество не то что нам били на церквях наверху тоже решетки стоят на окнах заметил да 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 причем они сделаны ну такое чувство что вот намерто туда вбитые то есть не не как-то прикручены просто в стенку а именно как бы штырями вбиты конечно у меня было предположение что они проходят сплошняком через церковь и заземлены да может быть такой тоже есть но видимо вот в переделанных вариантах там просто вбиты и дальше они как бы не имеют соединения так еще сейчас зачитаю да ты пока там сейчас покажешь да конечно сейчас вдруг владимир пишет кузнецов сейчас вдруг подумалось а высота фонарей почему такая подрост высоких людей кстати об этом тоже всегда думал но если в случае с высотой оконных проемов и дверных до которые тоже явно сделаны для таких шипзиков и тараканов как мы ну таких маленьких маленьких можно понять но насчет фонарей знаете тут как бы непонятно ведь и могут быть и высокие люди а фонарь может быть еще выше да вот первое фото которое показывал где выше здания метров на пятьдесят если не больше потому что выше пятого этажа еще чуть не два раза светильник стоит вот это светильник просто что больше площадь охвата вот и все поэтому поднимали выше чтобы не через каждый пять метров ставить высоту три метра высотой 10 метров через каждые 20 метров можно поставить вот и все я думаю это элементарная физика илья такой вопрос Вася Рогов пишет как думаете чугун хорошо защищает от радиации я вот и не просто не знаю а что считать радиации ну если в классическом понимании которую нам навязали я думаю что в классическом понимании такого понятия как именно радиоактивной опасная радиация излучения думаю не было но в излучениях разных понимали наши предки многое до вторжения и вот к вопросу о иглах стержнях вы посмотрите вот на это видео которое у меня на мониторе если кто-то видит вот тут в основании этого усеченного перевернутого конуса есть то что держит этот фонарь это такие три изогнутые линии тренога такая Евгень ты понимаешь о чем это да то есть вот тело фонаря оно как бы к низу усеченный конус такой и вот этот вот усеченный перевернутый конус держит вот эти три изогнутые такие проволочки я бы сказал а вот в центре идет именно старый железный штырь собственно с которого все и подавалось да вот еще смотри если можно да вот смотри ты ее не может приблизить эту фотографию сейчас я сделаю иначе попробую мне скинуть да а либо тебе либо открыть и сейчас да просто открой ее вот как ты ее скачал и мне кажется проще будет а я к чему это все хочу сказать вот ты обратил внимание да что вот этот фонарь держится на таких изогнутых как бы да как сказать железных держателях проволочках или не знаю как еще назвать не тоже это да во первых это изгиб не просто так во вторых вот и очень много показывал фонарей молочных фонарей да вот жалко что ты убрал ту фотографию где там вот эти молочные фонари и сверху такой трапециевидный вниз они похожи на что такое как то яйцо какое-то белое там такое прям правильная форма яйца а вот смотри ты сейчас видишь вот он самый да все могу увеличивать да да вот так это это тот сам который ты показывал и потом можно еще тот показать тут смотри тут вот получается там держатели внизу а тут такие же но они обвивают вот это яйцевидный фонарь дают поле внутри этого стеклянного газоразрядного устройства не могу иначе сказать да а еще ты показывал где крестовидной формы тоже яйцо обвитое крестовидной такой же решеткой форма исполнения может быть любопая вот тут четко видно что снизу штырь он не несущий он не держит эту конструкцию держит конструкции вот эти вот изогнутые штучки причем они вот тут на каких-то болтах видимо через изоляцию как-то сделано чтобы они не про но не проводили ничего не создавали заземление до земли идет поток через этот штырь получается вот это вот тело фонаря самого светящего оно улавливает именно нисходящий поток оно не заземлено а ближайшее место соединения с землей этот штырь получается и весь поток вот здесь вот тут то есть вариантов исполнения может быть много суть одна суть либо короны вот так направить куполом в одно место на острие штыря который заземлению либо вот этим усеченным конусом направить на штырь то есть несколько вариантов есть но суть одна то есть сделать встречу двух потоков и эфирные два вихря чтобы столкнулись именно вот на острие на острие штыря и тогда получится не просто замыкание да а свечение пространства это гениально просто по своей задумке природе очень хочу повторить но боюсь без купола рядом которые именно генерируют это поле с помощью нескольких вещей включая вибрацию вот в первой части видео про звук я рассказал как из маленькой вибрации наверху в основании резонатор ген ген гольца либо такого горна рупора когда маленькая энергия затрачивается и души в конце в основании рупора на выходе получается много вибрации то есть много энергии как бы ниоткуда вот здесь вот так этот принцип был везде то есть усиление эфира за счет вибрации и направление форму то есть через эффект форме то нет менял через форму направлялась энергия или я смотри смотри пока не от мысли не отошел ты сказал про сталкивание двух потоков эфира скажи пожалуйста а как ты думаешь они были на одной частоте или на разных волнах а частота одна вверх и вниз это частоты шума на этом три гармоники вроде гармоники там были до 3 да там есть много волн и они складываются получается резонанс в резонансе два плюс два не 4 там 80 120 и сколько угодно вот еще и так просто посмотрев видео мне прислал один из подписчиков вот когда где же это мы были то в общем он взял из видео резонансную частоту и решил измерить ее на какой частоте резонировал так вот только я забыл откуда это взял ой господи вот память то а все в мое видео недавно я его перезалил кто не смотрел обязательно заходим смотрим лавра засыпанный да там 35 метров и больше там была башня в лавре такая восьмигранная и там явный тоже резонансный эффект наблюдающийся именно по центру это как в на варварке есть храм то же самое там там еще лучше этот эффект наблюдается именно звуковой резонанс то есть складывание волн многократные и настолько эффект выражает да так вот спасибо подписчику я посмотрел это видео вы можете найти он мне прислал в сообщении под видео вот это про лавру и измерив эту частоту человек в видео говорит что он занимается изучением вот этим ну звуковыми всеми эффектами да всяким там то есть в программе видно что разбирается работает знает как чего с чем сложить как получить какой звук и говорит что он измерил там 124 где-то герц то есть частота звука си ноты си да ноты си то есть я не знаю пока с чем это можно связать но вот там именно эта частота ну как и шкардин говорит там нужно делить ноты си там частоты другие в принципе понятно да я к чему это говорю о там он в частности говорил что при складывании волн да там превозникает какой-то эффект когда как бы всплеск в определенный момент то есть выделяется мощный просто как будто взрыв энергии да вот я поэтому тебя и спросил возникает ли такой сталкивание вот этих так скажем вихрей при наложении конечно да причем несколько церквей и рядом как излучает и при сталкивании волн то есть эксперимент проводили брали три излучателя но минимум три вообще-то нужно можно и десять чем больше тем лучше если направлять в радиоволну в одно место то получали допустим десять если взять источника по киловатту то в месте пересечения будет не десять киловатт хотя бы по одному киловатту взять десять там получалось больше сотни и это еще и плохо настроено если под правильными углами наложение волн сделать но не лучше в идеале под 90 чтобы каждая была там будет вообще всплеск и все прочее то есть много чего эффект качества тоже никто не отменял там при наложении волн и материя трансформировалась и все остальное да вот это там поразительно сплавливаются не сплавляемые материалы Андрей Андрей Демкин пишет сохранились же дома неправильной геометрии да об этом тоже известно почему они такие да и многие считают что так раньше уходили от стоячей волны таки чугун разрезает волну и лампа горит как дневного света а нам эту лампу удлинили под 120 вольт а так ну нам под переменку запихнули и сказали что чтобы получить энергию нужно что то там потереть либо покрутить что уже интересно да то есть нужно затратить энергию какую то физическую механическую где-то ее взять что-то сжечь чтобы генератор получил энергию а второе нам сказали что энергия придает столько проводам и мы поверили и техника уже производится с учетом этих двух принципов то есть техника которая раньше производилась тот же вентилятор Эдисона да то есть массово производились вещи и лампы и вентиляторы которые не на провода рассчитаны на вентилятор Эдисон и известен работал это серийное производство кто будет серийно производить что-то что не работает там казалось бы две катушки да ты знаешь о чем я или нет но ты вентилятор я делал дело то что я не всех этих все знаю но все успел на подставке стоят такая подставочка там лопасти и все и две катушки простенькие то есть как он откуда брал энергию никаких проводов ничего там не предусмотрено но это серийно производящиеся вещи просто вот ставится получается он работал как-то из ниоткуда какая-то была беспроводная зарядка там у него то есть кто-то передавал на него энергию на эти две катушки а с этих двух катушек уже движок простенький был и крутился вентилятор причем тоже очень просто то есть очевидно что для работы требовалось какое-то поле иначе бы он не работал но соответственно если это поле требовалось то оно где-то было если его массово производили то же самое мы возвращаемся к маякам возвращаемся к печкам которые очень странной формы для резонансов для камеры резонансы внутри не слишком сложных для обычных печек обычные печки у нас как сейчас делаются квадратные закрытые без всяких узоров без всяких напылений а печки которые вот я собрал в коллекцию но их много на самом деле они рассчитаны явно не для дров потому что есть там 10 сантиметров высотой печка такая переносная маленькая это что для игрушек что-то но она такая же как и большая и есть более менее большие но там зарядка дров хватало бы на за час и все прогорели и но они стояли они сделаны так что они стоят вот как отдельная как шкаф то есть получается что они должны были стоять чуть не в центре комнаты ну а тогда как выводить продукты горения и как утопить и так далее то есть много вопросов и у меня логичное предположение что эти печки тоже были рассчитаны на то чтобы ловить эти же потоки как вот для освещения здесь как мы видим здесь для освещения достаточно очень маленького объема чтобы направить два встречных потока и что появился свет но там где свет там и тепло немножко изменить поток и будет тебе тепло вместо света вот и все то есть все то же самое везде одно и то же вот замечательно вообще фонарики кстати говоря вот посмотрите русский народный головной убор на котором висят фонарики короны там такой кокошник типа кокошник и там несколько корон и корон сколько там каскад корон да и наверху соединяет на верху купола вон корона перед кокошником потом купола вот эти типа такие вот как луковки до такие на каждом и вниз уже спускается а вниз спускается что-то камертона подобное для вибрации и вообще интересно как там тут место для проводов тоже не так снизу ничего нет если вот здесь вот еще что-то можно понять как что-то да и опять же грубо так приделать даже темный если все оно будет видно некрасиво все это конечно то там был не понять как или провода куда шли фонарь сейчас попробую игла игла да я почему на него вот видно стержень и вот некая глотан заканчивается спрашиваю печки или камина мы мы говорили про печки камина это вообще отдельная тема друзья к нему что же там другой принцип там контур а печки это вот посмотрите видео на моем канале там именно подборка печек а как отдельно стоящих печек переносных в том числе мы все спишут значит пишут андрей кост а как же двигатели их почему не перевели на электричество как-то не перевели их если была куча электромобилей и причем они уже были давным-давно в деваса и веке трамваи да там сейчас это такие мощные движки переменного тока а тогда были получается компактные потому что внутренности трамваев мы смотрим во первых нету вот этой штуки собственно самого тролли этого который идет проводам как он называется научили передается провод второе там везде были хорошая оптика то есть там освещение какое-то было то есть вряд ли это и тогда не было технологии для батарей для батареи аккумуляторов чтобы аккумулятор батарейки то есть это было постоянка нам говорят что постоянного тока двигателя не очень большие и объем не получается были маленькие потому что трамвай не маленький ходили там по 20 тонн вес точно и инерции у них огромное это нужно разгон торможение это нужно огромное количество энергии и куда это все девать откуда это все брать то есть век тоже видео делал там номер одного трамвая был 4000 какой-то это был ну даже если там 2000 одновременно на линии трамвай в два раза меньше уменьшает сколько киловатт нужно потреблять единомоментно одним трамваем сок употребляет мужчине понимаю даже ну это не знаю это как они тела в одежде магнит чем они могла это снабдить в таком количестве и это восемьсот шестьдесятый год то есть получается что 2000 умножить не знаю на 50 киловатт хотя бы в час это какая нужна должна быть генерация ну плюс еще добавляем там на 1 на 3 минимум потери это на самом деле переменку можно без потерь передать нужны провода а постоянку но это вот это вот откуда столько мерки у меня в голове вкладывать эти цифры просто я вот тупой юрист я с циферками не дружу но меня эти цены циферки просто но вызывают ступор какой-то да да просто ты учишь открыл фонарь да или ты их просто показываешь я вот тут тоже опять коронки такие наверху внизу и вижу дабы дополнительные шарики и одно и то же вот посмотри здесь сверху корон короны просто убрали я уверен что они были просто поставили эти шары но полотно вот поток эфирный идет дальше по этим этим завитками направляется как бы ударяется вот ничего не напоминает форма вот это вот штуки вот эти вот ну это электрические штуки у нас в лампах эти вот патроны так такого же а потрогать ворду а вот эти вот советские еще были тоже неспроста все одно и то же все говорит об одном просто нужно открыть глаза и увидеть просто нужно просто почему про камины немножко отдельная тема ну да во первых как вот илья сказал что там отдельный контур причем не только камин а вот допустим всякие элементы в комнате да вот в этих старых комнатах в дворцах и усадьбах там этих контуров что на потолке что на стенах полно было вот а еще такой момент что камины возможно были партнер портала телепорт телепорты даже такой есть момент ну такая тема но я не думаю что позиции на кабинга были ну может быть один и вмонтированный как в церквях эти кабинки вообще были везде вот да вот в стриме больше показывали если смотрел дали ты был с нами тоже где вот эти вот сигательные вот эти все штуки но у меня вот парапортала был там прямо целые эти столбы такие вот столб короче телепорт на улице просто зашел до водки были арки да 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 бутки видео про зачистку франко-прусскую войну тот же париж 1870 год где париж абсолютно без людей вот абсолютно без людей то есть казалось бы захваченный город должно быть там собачек женщины и всего полно нет абсолютно пустынный город разваленные разваленные не типичные тому вооружение пушка захваченная французская в музее бундесвера с дырочками это что дуршлаг какой-то один подписчик написал что спагетти делать что ли из французов ну иначе не объяснить куча аномалий непонятно и вот это и такие будки вы будки как вот у нас советское время еще продавали как будто газетные будки и потом переделали подгар по торговлю газетами в москве такие были потом их убрали но еще в девятьсот тридцатых и прочих вот старые советские фильмы в хронике таких будок тоже металлические железных с такими хорошими куполами полно вот но это все работал на том же принципе как вот этот фонарь его посмотреть а тут тоже видны вот эти вот крепления которые держат тело этого фонаря а внутри идет штырь вот он там и там как-то именно вот на этот штырь все и подавалось у меня вопрос все таки как это все работало вот тут тоже виден штырь вот он центре вы тут шишечка состоящие уверен из она даже по цвету отличается другого цвета немножко зеленовато потому что там наверняка медь цинк и ртуть делюкс той лиц ты люксовые туалеты есть насмешили вот и вот он штырь он четко виден везде он виден везде просто напросто вопрос для чего этот штырь а вот значит он значит амия прислала ссылку биполярный вентилятора эдисона до до 1892 год я просто сейчас есть открою не найду это александр викторович спасибо да за 50 рублей на сбербанк спасибо увидел так до соратники помогите и не у него много есть куда деньги на друзья минутка рекламы как вы помните уже давно идет сборах на квадрокоптер и кто может жду вашей помощи как никогда потому что лето скоро сумма нужно еще не набрано так что кто сможет буду рад а где чтобы я попросил если у кого-то есть возможность старый светильник обсмотреть либо купить либо дома есть может быть сарае валяется вот старый такой светильник просто пишите буду рад как ребенок я вот сам бы хотел посмотреть на него как он выглядит вообще антично наверняка посмотреть мы поиграемся вернем честно вот наверняка там что-нибудь есть где вот за что можно зацепиться понять понять да что там вот даже просто вот если где-нибудь на авито продаются да вот вроде мы видели там такой светильник или то ли подставка под него то ли еще что такой типа как в виде лампы это ну тип типа как бы сказать то типа лампа вроде как масляная не масляная для чтобы повесить ее там что-то свечку засунуть или нет или не вставить свечку но вылетел очень странно да то есть там не для явно для масла не для свечки и наверняка я конечно думаю что те кто скрывал эту технологию они позаботились чтобы чтобы до нас ничего не дошло за что можно было зацепиться чтобы мы не могли найти не вот эти все какие-то там шарики висели непонятные да вот на этих решетках беспроводных шарики вот если я типа изоляторы до типа изоляторы вот шарики наверху они не уверен что из другого металла сделано чем стержень конечно шарики это для привлечения эфира и дальше дальнейшей передачи они как и вот те же шарики яблоки под под антеннами на церквях на на в том что мы сейчас называем церкви естественно нет другого материала я уверен что это цинк это ртуть и возможно олова либо иной металл просто связующий но основное это как и в батарейках нынешних ртутных батарейках это ртуть и цинк потому что батарейки ртутные они так называется ртутные батарейки они очень маленькие то что мы видим маленькие батарейки везде в часах везде они ртутные и неспроста потому что ртуть не зря демонизирует и запрещают смотрите пожалуйста премьеру моего фильма о ртути четвертая часть и ну и первые три тоже можно посмотреть звук конечно ужасный прошу извинения враги но сейчас вроде перезаливая с нормальным звуком но тем не менее про ртуть можно посмотреть так у меня спросили сколько у меня гигабайт памяти 8 гигов оперативной памяти для чего это надо не знаю зачем спросили илья а ты у меня сейчас не не сможешь да вот из чата открыть ссылку потому что я боюсь что если открою она просто не не появится ну сразу сейчас зайду на youtube хелен хелен секунду лен летел прислала интересный фонарь весь из железа на старых фото в павловске при наборе твои фамилии английскими буквами на кирилле не кириллицы выходит только пистолет поздравляю это странно так вот он я вижу вот я разным надеюсь у тебя получится поймать эту ссылку она как бы немножко вверх ушла чуть-чуть совсем звук отключай и начал будет фонить вот хелен прислал ее до ухты красота какая это не просто фонтан обалдеть нормально такой по даст они да да ну явно видно что крепостные крестьяне они в пути лица на барщину оброк это обрабатывали не знаю чем правда исключительно все палка-копалка вот исключительно вот это вот даже про тот лицо явно ненавистного барина вот на этом с каждой стороны четыре лица на этом фонтане наверху видим и жена барина с любовницей членов из христианской страны куда папы смотрят сиськи везде на каждом столбе буквально не были ну что такое и этот дом еще борется за название домой как там идеальной культуры быта и эта страна еще все христианское называет везде голые чуть ли не гениталии на каждой статуи и в сибири и в питере куда папы смотрели как думаешь ты ближе к этой теме могло ли быть вот такой вот разврат буквально я могу объяснить исконно православной стране подожди я могу объяснить при петре первом как известно было открыто окно в европу да это случилось ну допустим я за допустим это сто лет назад значит еще 200 лет назад это было в то время и как раз вся вот это давайте называть как ее принято называть языческая символика да все эти статуи обнаженка в картинах в статуях вот в таких изображениях ринулась целой кучей к нам культуру и и вот так вот в принципе это все можно объяснить но никогда почему-то нельзя объяснить что это просто наследие той культуры до которая была всегда то есть ведической культуры или единой цивилизации а везде такое было как бы наверное это не было чем-то предосудительным да и люди то жили в тем в тепле они не в ней никакой зимы никогда не было ходили всегда или почти обнаженные или обнаженные если мы смотрим на гравюры потому что было жарко вот и все как бы только поэтому у меня такое только объяснение да вот как к этому уже сейчас относится но кто как говорит так для кого-то это нарушение нашей культуры разрушения там я думаю что только наши этот разврат проник везде типа мусульманскую страну бангладеш я здесь по разваленным дворцам хожу иногда надо все выложить новые видео тоже сиськи на статуях мусульманской стране ну допустим англичане привезли тоже пуританская страна ай-яй-яй куда смотрят эти пасторы как это ведь везде одно и то же в общем в любом городе в сибирском городе хоть где-нибудь белые лица на урале где-нибудь тоже все самое вернее на этом дальний восток так не пишет алексей тружеников евгений есть вопрос многие говорят о штуках которые стоят у старых каминов поговаривая о том что они как-то связаны с атмосферным электричеством а разве вы не думали что это всего лишь таган для дров а скажите пожалуйста александр как можно камином обогреть комнату ведь известно что камин малоэффективное средство для обогрева хотя бы малого помещения где-нибудь на даче это всего лишь декоративная штуковина неужели мы об этом не знали их но как не посмотрим над камином портреты стоят вообще странно до первых играется во вторых они закоптятся ну и в третьих это сколько дров нужно я вот лично могу сказать так как у меня корни из яруславских земель где яруславские рубята и я знаю что такое русская печка и я знаю что такое там печка поменьше там для обогрева комнаты я и вот могу отвечаю так что только эти печи и самые эффективные почему во первых они впитывают в себя тепло во вторых они потом пол дня его отдают если вы об этом но если быстро нагреть это буржуйка но никакие не камины никакие то там еще так изысканные вещи да ничего хорошего от них не ждите на них даже ничего не приготовишь в русской печки можно приготовить очень вкусный суп томленый какой-то из кролика там да что угодно то можно испечь вот просто или томиться по сложению это того стоит перебил да да и красота вот она вот это антенка замечательная посмотреть какой формы на какие резонаторы какие завитушечки и вот наверху что вот снизу от антенна ловит вибрации земли и просто это ноги поток наверх и на этот штырь задает некое поле вот этими труб крошками и получается вот этот вот купол само тело фонаря она именно только сверху заземлено но не заземлено она сверху поток принимает вот эта шишечка с ртутью она принимает эфир и дает не за это поле и тут снизу идет вот этот штырь в который сейчас лампочку поставили левым путем и вот в этом штыре получалось вокруг штыря эфирное поле которое и горела собственно выдавала свет там может быть был был из искра но сомневаюсь из края это понятие все-таки переменного тока там было некое эфирное поле вихрь на острие вот так классный пример то что я искал то есть видно что вот тело с этим штырем не заземлено не соединенного там пространство то есть ты а вокруг него пустое место вот он в это вот в большую отверстие проходит штырь он с корпусом не сохранен ведь не соединен видите уже не видишь да 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 понимаешь чем вот и получается вот на это же время вот эти вот подпорки которые вот тоже завитушками идут вот они они тоже не соединены вот то есть это некая изоляция там проложено вот они как он как получается как бы парит как это добились это надо посмотреть на месте но видно что вот этот вот корпус купол не заземлен вот не соединен вот с этим вот основы заземления но четко видно что вот это вот имеет функции антенны таки все завитки это не для красоты это технически объяснимо с точки зрения эфира и радио и всего остального кстати крест мне понравился посередине вот этой всей металл конструкции волны завитушки да 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 вот прямо и вот эти волны завитушки кстати резонатор как rose windows вот этого 4 он есть 6 он есть это это все объяснимые понятно то есть с религией кресты и вот эти вот завитушки но мало как-то с все объяснимо ценой творения с технической если знать как вот даже смотри илья вот этот открыл да сейчас фото вот даже казалось бы хорошо вот посередине стоит один фонарь азбак и он крепится вот ну на такой вот как бы на цветке а вот с боков мы видим два фонаря они крепятся немножко на других значит штуках и такие типа цветочки здесь как вниз идет до вниз висит так и в бок вот казалось бы зачем усложнять да да для крепежа для чего-то еще я думаю что ты же сейчас повторял что просто так здесь ничего не делалось соответственно иного нет эти шишечки они тоже они из другого материала какая из них и бурося так не прикручена даже которую сбоку да вот продолжай на анализ бы анализ эти шишечки вот эти вот они все работали в системе они все выполняли полезную функцию нужную полезную необходимую вообще для работы все это и что меня поражает вот сейчас да сейчас нету так скажем нету такого какого-то общего так скажем утверждение общей общего фанатизма да и моды на то чтобы делать вот именно такие много ламповые фонари да еще и красивые ну вот посмотрите просто повесят какие-то фонари освещения вдоль дороги или отдельные какие-то поставить все а тут они то есть получать девятнадцатом веке каждый город и забиловал вот такими системам но глава красота нужна была это нужно было для того чтобы это работало как говорил первый главный инженер и основатель кабы сухого одноименный если самолет некрасивый он не полетит вот есть тоже сама красота нужно посмотреть вот на эту красоту да то есть вот там вот наверху половина антенн на соборе сбиты вот только часть антенн коллинеарных есть вибраторного типа вот эти вот такие а во многих посмотрите вот справа вот справа вот она она сбита явно вот они сбиты вот остались немножко но основную часть сбили убрали чтобы они не качали потоки они потому что все еще качают а человека туда зайдет он чувствует эти потоки это раз второе вот это это явно не газовый фонарь вот этими двумя каскадами куполов наверху еще что-то было на убрали и это не масляной ну откуда там масло деваться да слушай поразительно вот эта форма прямо наш таки 2 летающие тарелки сверху и в посередине а это каскад как в том же исаки это несколько куполов это тип конденсатор один на другой передает вибрации усиливает то есть рупор вложенный вовру то тоже резонанс соответственно мощную мощность увеличивается да как в конденсаторах накануне вот эти лампы горят потому что тут сами по себе поле вокруг получается и в этом поле горят эти шары это второй теплом 1 это поле образуется на кончике острия буквально на встречных потоках а второе просто в поле вокруг горят шары это второй тип освещения друзья запоминайте пожалуйста типы вот кстати говоря в видео даут или я считаю что когда-то если делать еще видео про фонари то надо прямо попытаться типы их ну вот и сейчас распределять и попробую потом в слайдшоу тоже залина то есть красивый фото они работали все как бы почти одинаково до бренд в один вариант исполнения разных то есть это первое это острие на встрече двух потоков во второе это свечение было газа все таки некое вещество в шаре ну даже просто воздух если откачать из банки и поднести воскресенье поле начнет светиться обычный газ а если там по ртуть добавить то есть чтобы были пары ртути разряженной среде она тоже будет светиться ртуть это уникальный замечательный металл просто в него в дублем и здесь тоже четко видно штырь идущий по центру и шишечка посередине и шишечка посередине притягивающий эфир это тоже конденсатор зенам назвать они то же самое завиточки цели точечки а вот это работало в поле тоже снизу вокруг создавалось поле и вот тут тоже замечательный да смотри здесь совсем другая форма так так скажем назовем катодный контакт или как-то просто контакт да вот смотри такие стрелки здесь тоже наверху массивная это я не верю что вот здесь этот в качестве креста сделал же самый который был ну да да и вот эти и на одной из них этой стрелки стрелка висит еще вниз такая вот этот плафон он неродной явно либо скорее всего это уже такое позже что-то было иначе но чтобы там ни было вот это вот шифричка внизу вот с этой сложно сделанные штучки как бы терновый венец это нужно для создания поля точка зрения даже красоты и уж точно с точки зрения функциональности для освещения он на хрен не нужен здесь вы можно просто и убрать и оставить да зачем такие сложности от сложности нужны чтобы вот тут вот в этом вот периметре было поле внутри и в котором светилась все если вот это вот снизу убрать этот контур получается не замкнутый контур и поле не будет оно должно быть и для лучшей проводности именно вот этот не зря желтенькие они тоже привлекают эфир это либо позолоченые золото либо чисто принесет шарики тоже ртут золотом чаще всего для золота для улучшения проводов проводимости уже хорошая но есть а будет она не просто отличиться проводит она привлекает эфир как и ртуть амальгама золото стулья ртутью привлекает эфир энергетику улучшает поэтому те кто сейчас нами правит скажем так сильно против чтобы у населения было а золото чистое не в ювелирных изделиях потому что первое это свобода экономическая можно обмениваться это тоже запрещено статье просто хранить нельзя золото тоже статья просто хранить ртут нельзя как-то нельзя золото хранить а если это твои личные украшения это украшение это ювелирка я в ювелирке максимум половина у тебя золото будет эффект не тот понимаешь а чистое золото именно она несет ту функцию которая несет понимаешь на чистое золото хранить нельзя потому что никто не имеет права просвещаться и так далее вот правда никто не имеет права ослаждать сознание которое должно быть постоянно табаком забита то есть сигареты которых непонятно что напихано даже табака там уже нет был бы хороший там наполнители всякой химии да дай бог там табак табак он тоже природный он естественный он помогает кстати да кстати настоящими вот этими вещами табаком тем же там и лечатся и там от простуды и это его нету сейчас стоит бешеных денег ты что его не дадут просто дыхательные пути вылечивать да для этого может и курили раньше про травку тоже вообще помолчу существует за рекламу но это нельзя целебный эффект давно известен то есть это расслабляющий стресс и убирает и но запрещено хотя привыкание нет то есть точки зрения медицины это не наркотик но с точки зрения спренденции это запрещенное вещество в юриспруденции нет понятия наркотики есть понятие алкогольно-наркотическое опьянения да но наркотиков нет есть список запрещенных веществ вот там это да и вот там присутствует и ртуть кстати казалось бы с чего на самом деле так для прояснения ртути так скажем темы ртути все-таки опасно не сама ртуть а ее соединение вот в это я больше это уже другое тоже не больше я поверю в то что соединение с ртутью вот они могут быть токсичны и опасны для жизни их естественно их там испарение насчет ртути вот ну пока это тоже отдельная тема да ведь это же надо как-то доказать просто так говорить это бесполезно мы привыкли к тому что что ртуть она это опасно но а как же да действительно потому что когда вот смотришь видео где ртуть это же металл но как она она выглядит как вода да и и да еще плотность ее какая большая кладешь туда с такой кусок металла да как она может испариться то а он просто держится на плаву конечно она тяжелая как она может испариться это то же самое что железо может испариться в теории на вопросам не должен быть может вот опять показываешь просто супер фонарики с коронами с этим вот молочным шаром и на вивальди наверху точно точно да точно точно и вот этот конкур по краям он казалось бы не нужен вот точки зрения красоты он тоже здесь не нужен если светить эти шары ну поставьте шары и сверху они будут голыми зачем вот эта хрень наверху а вот красоты чтобы вот этот контур в шаре шаре было вот это вот заряд вибрация тэфир смотри стоят это поле чтобы мы сварим я несколько вопросов илья внизу висит такой так скажем обруч тоже неспроста да да вот чуть такое и еще смотри насколько я помню антенна вивальди она излучает такой скажу с направленное излучение вверх а как что давай антенна она и принимает одновременно в той же эффективностью как и излучая вот этот двусторонний процесс она и принимает и купол тоже церковный он не только вниз дает усиливать он еще и снизу обратный эффект ясно до понять сверху поймать и сфокусировать на где раньше алтарь был саркофаг и прочее туда для дальнейшего распределения через орган через звуки энергия потому что земля то рядом чего и усиливать заземление по стенам провел и все широкое шина провода такие мощные там не надо ничего усиливать а вот именно чтобы снять цена сферы то нужно направленная антенна усиленная либо широкополосная но вот этот вот купол он является тот тонким лучом он вверх устремлен чтобы сфокусировать вверх и вот энергии эта информация и тесла это доказал зажег 25 миль вокруг это 40 километров получается лампы все он передал информацию он энергии не передавал нет такой мощности он информацию о политических передал то есть по сути он ее взял сверху и передал на другую но перенаправил и вот эти кто-то для меня вопрос ну курс антенны посмотрите ну тоже вопрос но я так полагаю многие люди умные говорят что все-таки физически ничего не передается потому что если вы электричество физически двигалась по проводам то вот у меня бы в комнате уже было бы куча материи то есть от передачи материи то есть все было бы забито а там где она производится знаю на газ так было бы дыра огромная потому что матери нужно откуда браться получается проводам что-то бы электронный физически передвигались то все на это материя или что-то передвигалась то в одном месте у было бы в другом бы прибыла вот у меня компьютер получается поглощает материю с бешеной силы он бы уже был в раз десять больше наверное за полгода использования если бы он поглощал материю но он не поглощает то есть эта информация вопрос за что мы платим информацию за информацию за сигналы какие-то да сетей лена крючкова написала насчет печки до что у нее у бабушки в сибири она стояла посреди комнаты и как бы все было продумано ну на самом деле до если мы говорим про те печки которые действительно работает от дров они они тоже своеобразные уникальна да и И, конечно, это уже была эпоха после таких, когда технологии попытались все убрать, они частично были, работали, частично уже дрова были. Приспособили под дрова, начали микроскоп, как молотоко спросить. Дело в том, что потом уже и сами печки появились чисто для дров. Это да. Это точно да. И, опять же, когда в середине 19 века заселили крестьян на разные земли, в том числе, откуда я родом, это точно так. Причем везде там было, где-то чернозем был, а у нас там вообще глиняная почва, ее удобрять постоянно надо. То есть заселили и давайте, вот обживайте это, залитое все глиной, вот эту землю, да, давайте, да еще и болотистое все, где торфа много. Вот там печки такие нужны были, да. И, слава богу, что было дерево вокруг, все-таки северные широты благоприятствуют в этом. Богаты деревом, лесами, не все области этим похвастаются. Вот это да, было граммно придумано. Своеобразный такой, как бы сказать, свой стиль появился, да, но до этого все-таки было все по-другому. Даже в тех же сибирских, в той же Сибири были вот эти дома вроде как деревянные, а спереди торчит высоченный штырь, как раз производящий электроэнергию для нужд дома. По старой памяти, да. Ну, да, 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 вот эти якобы громотводы, высоченные штыри, да, там с шариком наверху. И в городах таки. Боялись. Прямо вошлужут. Массово. Вот красота прям, просто не обошлась. Это лабиринт, вот это вот, это антенка. Она ловит, где направляют ее через верх. И внутри штырек принимает. Спирали видно, да? Да, 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 да. Это все для улавливания волн, у которых полно должно быть вокруг. Насыщенность. И все. Вот интересно, а сейчас это работало бы? Если дать сигнал вот с того шпиля, который там сзади, я думаю, заработает. Но это шпиль не будет. Во-первых, убирайте заземление для начала. Смотри, Илья, ты тут говорил про заземление, да, чтобы мысль опять не ушла. Скажи, пожалуйста, вот где-то оно нужно, а я тогда не понимаю, каким образом без заземления будет работать. Я вот этого не могу понять. Ведь оно же нужно. Потому что если антенну ты в землю воткнешь, она тебе ничего на телевизор передавать не будет. А, вот все. То есть просто улавливание сигнала и направление его сразу на устройство. Оно улавливает сигнал, но поскольку идет сигнал из земли, получается, что часть земли обтекает заряд. Все, что заземлено. А то, что не заземлено, он на нем сталкивается, скапливается. Поизучая основы атмосферного электричества. Если у тебя что-то заземлено, то получается, как часть земли. Заряды обтекают. Ну, уходим в землю. Мы ходим по земле, которые получаем, уходят в землю. Нас обтекают заряды. А если нас на ней немножко не наизолированы, мы подошли будем ходить, то все будет немножко иначе. Мы будем реализоваться иначе. Даже так даже на нашем уровне. Сколько красоты, сколько красоты. Вот смотрим еще. Люди не о деньгах заботились. Вот явно не о деньгах. Не чтобы хапнуть это. Это они делали на века. Вот этот шар. С точки зрения денег, это здесь одна растрата. Один такой столб сделать, да? Это сколько надо средств? Да. А если их много сделать? Массово. Это что? Это что? Правительство, то, что называется, царская казнала все это выдерживало? Я что-то сильно сомневаюсь. Аброк царский, ты что? Всех 25 лет в армию загребали. И все люди там буквально пахали сутками, чтобы кто-то там на балах был. А бедные крестьяне, угнетенные и рабочие, делали вот эти вот граненые стаканчики, которые по непонятной технологии. Все для них. Кушать им готовили. Вы видели голодного повара когда-нибудь в своей жизни? Я нет. Как можно делать что-то кому-то и не сделать себе? Ну, вспомнил советское время, да? Доярки себе ведро могли брать легко молока. Илья, к нам такая, значит, ну не вопрос, а комментарий, претензии. Павел Шитиков. Сюжет про Лавру был интересен. О чем сейчас ведете речь? Это одни фантазии, предположения. Там хоть факты показывали. Вообще-то столько фактов уже, если вы заметили, показали. Так, значит, Павел, а к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем просто для свечи или для масляной горелки делать такую красоту? Объясните мне, пожалуйста. Ведь можно просто наляпать тоже красивые формы фонарей, но без всяких завитушек. Просто коробочка такая, да, красивенькая, оправа. В ней стекло. Я не знаю, правда, что с этим стеклом потом будет в мороз и там в холод, в зной, да? Или после дождя, после стужи там. И вот как вы думаете, вот зачем? Ведь можно уже просто красиво сделать, но проще. Нет, Павел. Мы обсуждаем вот этот вот стол, который у меня сейчас на мониторе, да? А каким образом деревенский кузнек, крепостной, на коленке это делал? Вот у него вот на этот один стол уйдет примерно пол жизни. А ему еще нужно сделать детей как-то, покормить скотину и позаботиться о жене, скажем так. Да просто покушать. Но он не один столб это сделал. Да, еще нужно молотки какие-то свои сделать. Еще руду добыть. То есть как это все было? Вот это мы обсуждаем. Если у вас есть позитивные какие-то вещи, пожалуйста, в комментариях. Думаю, нет. Не будем загадывать, пусть напишет. Пусть напишет. Я буду рад. Сколько красоты. Ведь это массово. Вот выжившие города, которые в бомбардировке выжили, они все такие, что Рейк-Яви, что Чикаго, что Нью-Йорк, которые якобы строили тоже чуть ли не индейцы. То есть первым делом после основания Нью-Йорка построили пять Старфортов. Пять. То же самое, что японцы монолиты, глыбы по восемь тонн, идеально подогнанные, как в Перу, между собой, под наклоном. Якобы якутзы какие-то строили. Самурай. Чем? Конечно. Чем? То же самое. Посмотреть вот эти фильмы, да, там про Японию, которые сейчас проводят, типа, реконструкцию, там, восстановление быта, событий. Ведь там же тоже все было деревень. То есть сплошная деревенщина. Я не понимаю, чем они и как там строили. Есть там показано, что... Да, специалистов не было. Просто мечами махали, друг друга рубили. Все. Грабили крестьян, там, всякие якутзы эти все процветали. В то же время идеальные формы, которые ни на сантиметр не уходят, огромные, там, три Версали по месяца. В общем, целый квартал. В Хоккайдо есть такая звездная крепость. Пятиконечные. А пятиконечные это центровые, шестиконечные это, которые по округам шли. Насчет Японии не знал, что там тоже... Не, я уверен, что крепости звезды звезды... Там Япония, это страна, которая... Они их называют замками, они их называют... Касл, да. Они их называют как угодно, но не звездная крепость. Они называют дворцами резиденции. Там реально такие же пруды квадратные, в центре большой звезды. Никто не знает, как они их сделали, но говорят, что... Как-то описывают. Там 400 минимум таких. Они их называют разваленные, они их называют как угодно. Они уже почти все старые здания свои уничтожили, так называемого, тоже венецианского, какого-то викторианского стиля. Якобы англичане тоже завоевали там на 10 лет якобы. И как давай строить дома в таком викторианском стиле. Это просто бред какой-то. Но там это самая большая плотность звездных крепостей. самая большая. Я после 50-го сбился. Я несколько часов игрался, когда готовил видео. Я устал. Просто вбиваешь форт на карте Японии, у тебя вылазит немереное количество. Смотришь, это либо развалины, либо знакомые уголки находятся, либо целиком целы. Причем называешь, начинаешь искать. Она на горе стоит. А почему бросили? Ну вот строили, строили, несколько тысяч тонн камней туда запихали, и вдруг резко перестали. Бредовое такое объяснение. То есть почему дальше не используются? Причем... Перестали. Причем таких вещей, типа строили, строили, и наконец не построили. Не достроили. Миллион таких вообще. Таких вот зданий, якобы недостроенных. Интересно, как это так? От балды строили, от балды перестали строить. Случайно перестраивали, перестраивали, сгорело все. Ну смотри, я просто пропустил, в начале стрима где-то было сообщение, что типа, как создавали все, например, те же самые вот эти фонари. Если вспомнить, наши зрители сейчас вспомнили прошлый стрим, где говорилось про 3D принтер. Ну это я один проводил стрим, по-моему, если не ошибаюсь. Я там высказал такую вещь, немножко даже другую. Не то, что там с помощью звука можно строить, создавать вот такие узоры. И типа на фонарях тоже самое можно такое создать. Опять же, тут конечно уже сложнее, потому что в каком виде должна быть масса, из чего потом появлялся вот этот кружева. Тут, кстати, еще люди писали про смотрите, какие кружева на фонарях. Правда, хорошее так скажем, обозначение. Правильно сказать? По-моему, это наш термин 3D принтера. Уверен там, что было что-то другое, не менее технологичное, но иные принципы. Не, потому что ограничено, Илья, я просто тому говорю, можно ли создать с помощью тех же волновых технологий, тех звука, металлические, то есть из сплава или металлические какие-то, вот именно такие узоры для чего-то, для декора, фонаря, хотя это не декор, это все рабочие системы. Как ты думаешь, можно ли такое создать? Для меня пока что это фантастика. Суть по количеству лепнины, именно каменной, где узоры повторяют движение энергии и звука, что-то такое было, но у меня фантазии не хватает, честно признаюсь, я тупой, у меня фантазии не хватает представить технологию. То есть я ее напрягаю, фантазию, но не всегда она срабатывает. Вот, вот смотрите, вот старый фонарь со всеми причиндалами, но на штырь, где должен быть вихрь образовываться. Вот это вот такая вот, прилепили современную порнографию, в которой там, как коровье седло. Слушай, какие красивые купола. Да, они красивые, понятно. Как на виманах, такие, наш, хоть один бы получить, хоть один бы, может где-нибудь и найду. Илья, тут поможет только одно, немножко кваровское средство. Да, в темноте приходишь, откручиваешь, убегаешь. Откручиваешь, даже поставлю потом куполок. То же самое. То же самое. Но это побольше. Делать нельзя. Остается только искать где-нибудь на авито. Такие вещи. Если они есть. там. Но должны же быть. Они же просто висят. Они просто висят. Кто-то еще продает. То есть, несколько замков уже разграбленных. То есть, некоторые в 90-х еще эксплуатировались. По всей Европе куча замков. Сотни. 800 замков во Франции. Только эксплуатируемых. А еще есть заброшки. Должно быть. Ты сейчас показал фонарь такой, как в цветке в каком-то. Желтенький такой. Уже не буду искать. Ну вот, вот, они явно продаются. Они есть. И сейчас такое просто не сделать. Вот эти вот завитки. Да, делают красивые кованые вещи, но нет такого качества. Они как полы внутри. Вот что из металла, что из камня. Есть такие вещи. Их делали. Тот же Провин показывает много. Да у нас полно. Вот тоже я показывал видео про Павлодеш. из кирпича сделали такую красоту. Цветки из кирпича. То есть застывшая роза буквально. И эта роза не обломалась, не уничтожилась за минимум 200 лет с момента боплодировки. Во-первых, вокруг все оплавлено, разрушено. А этот храм стоит, так называемый храм. Входишь внутрь, говоришь «Угу». И он весь вибрирует, весь буквально. Прямо под ногами чувствуешь вибрацию. И в то же время вот эти цветочки сохранились. Ну как так? Вот у меня мозговки хватает, Вот это вот все. Замечательная вот эта вещь. Деревский кузнец, ну, запариться это все делать. Наш не то, что запариться, он просто скажет, знаете, типа, да не буду это делать. Я вон сейчас кобылу подкую, это я буду, а это сами делайте. Он даже не возьмется за это. Зачем? как соединять. Это как монолит. Получается, сварка уже была, вот я одного не понимаю. А какая она была? Чем он там сваривал? Солюной своей? Чтобы без изъянов, чтобы все получилось. Да, соединить. Как это все соединяет? Тут, смотрите, сколько креплений между собой. И как единое целое это не сделать однозначно. Эти элементы нужно делать по отдельности от соединения. Это получается сварка была. А какая? Припаивали, возможно, все это разогревать. Но это тоже бред какой-то. Я далек от кузнечного дела, если честно. Но мне кажется, что вот это сейчас, ну, если и можно повторить, мягко говоря, замучаешься. Ну, это мягко говоря. А пишут, это литье. Ну, залейте. Ну, залейте. Вот, вот еще литье. Ну, залейте. Вот оно. Сейчас продвинутся. Нет. Залейте. Честно. С позолотой. Каждый этот цветочек, чтобы он излучал и принимал энергию. без проблем. Это не новодел. Это старые приплясовали, запихнули на это. Не, но вот это вообще просто это что-то. Но они все такие, вот массово. Это говорит о массовом производстве. На фоне такой же по форме, но сделанных из камня. Вот то, что мы видим на переднем плане, на заднем плане то же самое, но из камня. Хорошо. Из железа как-то можно в теории. 15 век, неграмотные крестьяне сами не знали, как они это делают, но сделали из камня. Как это сделать? И это все массово защищает. Кстати говоря, вот это фото, да, тут вот просили попроще, пожалуйста, вот вам попроще. Даже это невозможно повторить, чтобы вот именно так. Может быть, вот так, да. Ну, примерно, примерно будет. Вот так, чтобы оно изгибалось тоже, держало все это. А я знаешь, про что говорил? Вот оно. Я положил фонарям. Извини, короны, вот у меня в голове не укладывается. Золотые. Уже сопли не хватает. Да. Шишечки внизу. Нафига. Казалось бы, они светят вниз. Но сделают и внизу максимальную площадь освещения. Зачем закрывать чуть-таки половину световой поверхности вот этой вот штукой. На прозрачную сделать вниз и все. Да. Делай прозрачную и все. Даже если что-то там светилось. Но что там светилось? Масло снизу на ногу, по идее, должно подаваться. Впрыс какой-то. Я не знаю. Газ, он что, газ вниз горит? Где трубы? Куча комментариев троллей. Это газ. Откуда газ? Как он там горел? Молчит. Но газ. Мне в истории так сказали. Замечательно. Вот тот же, значит, товарищ писал, извините, уважаемый зритель. Напишите что-нибудь. Я забыл ваш ник. Чат уехал. Про то, что, ну, делали же резные наличники, да, там, окна, эти, всякие, полотенцы, да, какие-то коньков, типа, ну, и типа, с нами идет такой диалог, спор, что, ну, делали, раз наличники делали, значит, и тут для красоты все делали. А почему вы не можете подумать, что и эти наличники, которые содержат, кстати, те же самые, вот эти правильные узоры, фрактальные, повторяющиеся, вот такие вот. Как в магнетроне. Да. Вы думаете, там это случайно, вот это вот, и такой формы именно, и вот эти шишечки, вот, это магнетрон. Это магнетроны все. Вот, идет поток, и вибрация, она расходится, и вот это как излучатели. И вот там, вот эти шишечки тоже, это анодка тот. Они имеют функционал, они там не для красоты. Ну да, получается, вот в этих лепестках идет накопление, не на накопление, там индукция, то есть, создается вихрь, да, а вот на кончиках как раз накопители, и дальше излучение идет. Набор сопротивления индуктивности, да. Вот идет поток, индуктивность. Все просто. основа, как бы, этой. Магнетрон, почитайте. Сама была среда насыщенная, в насыщенной среде все это прекрасно работает. Как некий такой большой динамик, перенаправляя энергию. Само здание, а это, как говорил Гешкардин, макросхема. Но мы еще микросхемами замучаемся, извращенными на переменке. А тогда было все на постоянке, на эфире, и макросхема. То есть, само здание было макросхемой. Имело функционал. Даже не только само здание, а здание целиком, в совокупности с другими, это и есть макросхема. Вот эти вот большие улицы, как это называется, не плацца, плацца это площадь, а вот стрит, проспект, во, проспект, центральные, а это волноводы большие, идущие через весь год с центра. Или в центр. Идущие волноводы, так и много чего еще. Ну, об этом. Следующие в моих видео. Смотри, нас просят показать магнетрон для сравнения. Сможешь открыть сейчас любую схему магнетрона? Там прямо, особенно где показано, там, где индуктивность, где движение электрона, там. А, во. Сейчас. Ну, просто хреново туча. Там эфир магнетрон. Вот, церковь в разрезе. Вот, набор емкостей, индуктивность, емкость, индуктивность, емкость, индуктивность. Вот там был эфирный вихрь. Вообще, слушай, тут просто нечего. Это у меня в фильме магнетрон. Вот он магнетрон, пожалуйста. Иди нафиг. Ну, ты, да, можешь открыть и сам магнетрон тоже, да, вот он. Тоже, емкость, индуктивность. И, на английском, но он не важно. Вот, шпиль, вот оно, терапевт. Вот он, набор емкостей, индуктивность. Может быть, 8, может быть, 6, может быть, 4, неважно. И вот эти все круги, это резонансные полости. Да, и вот, что мы видели недавно. Сейчас покажи. Вот, где-то показывал на храме. Щупаю. Сейчас вернусь, попробую. Причем, там просеки, там 4 лепестка, ведь есть где 6, где 8. То же самое на храмах. Вот. Вон, Видите? Там вдали. Вдали. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, 8. 8. А вот тут 4 маленькие, да. Тоже для красоты. Странно, да? Вот он, шпиль, вот распределение энергии. вот они, вот тут по 3. Тут вот, это все имеет объяснение техническое. И вот заземленные эти стоят. Я сохранил, сейчас я открою. А, что ты показывал перед этим? Да. Вот он, здание. Да, 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 вот это вот классно. Прямо очень, очень классно. Рисунок да винчи. Рисунок да винчи. Вот он. Пожалуйста. То же самое. Да, вот он. Вот. Вы думаете, это магнетрон? Это храм в разрезе. Можно спутать. очень часто прямо как раз. Какая-то индийская хрень. Какой-то храм индийский. Вот наверху это и вот оно пошло вниз. Полно таких. Сейчас, сейчас поищу. Вот это что такое? Ну, вот магнетрон, да? Смотри. Вот оно. Смотри, да, это один из магнетронов такого вида. смотри, Алексей Бахмут пишет. Получается, не хватает только сердечников, чтобы это работало. Оно и бессердечное будет работать. Само по себе вот эта структура, она уже излучатель. Просто потому, что сделано правильно, идеально. Как природная структура. в Риме такой стоит. Вот отсюда телепорты люди выходили, везде было невесомо. Вот эти полости не зря там. Вот эти статуи потом впихнули. Вот телепорты тоже. Телепорты стоят, да. Здесь и наверху. Пожалуйста. И большие и маленькие. Вот колонны стоят. Они не для опор. они так в низких в лондоне в храмах вот эти колонны они вот тут не соприкасаются с потолком. То есть купол стоит ну как купол. Но они не соприкасаются. То же самое в индийском храме Равин показывает провину. Да провин конечно некоторые колонны они внизу как ну чтобы вибрировались свободно они потому что вибрацию передают. Либо колокол там ставят либо такую колонну вибрирующую звучащую. Просто все было на вибрациях. Все это сейчас начинаешь немножко другие знания из науки применять к техническим устройствам прошлого понимаешь что не чтобы помолиться. Да сказали ротонда то что перед этим показывало ротонда одна из видов. Да вот статуи стоят. Если это все сделано христианами полно таких готических храмов и там полно таких красивых статуй покажите хоть одну статую на том же уровне выполненного Христа. Главный символ христианства. Хоть одну мраморную статую Христа покажите мне не знаю сто тысяч рублей да. Честно. Вот где такие же прожилки вуали и все прочее. Борода там и так далее. Вот на том же техническом уровне выполнен статую Христа как вот эти все языческие от нашей предыдущей цивилизации. Я очень хочу найти. Я сам искал и нашел. Может кто-то найдет. Тогда я закрываю канал и пойму что я неправ. Смотри мне еще пишут. Всем сто тысяч пожалуйста. Это и на электродвигатели похоже на схемы. Да. Смотрите. Но как мы знаем почти любой электродвигатель потенциальная генератор. Любой электродвигатель не потенциальный а натуральный генератор. Все системы обратимы. Все устройства обратимы. То есть то что если ты крутишь вал ты можешь снимать энергию. ты подаешь энергию на катушке у тебя крутится вал. просто ой Женя ты знаешь сколько времени? Время нет не знаю. Намек такой. Да да я понял. потому что тема я же говорю тема я предупредил тема очень интересная и просто так вот сейчас прошло два с половиной нет ты знаешь у меня только два часа идет пока достаточно красиво пятьдесят вот да ну мы сейчас еще немножко покажем вот ты открыл этот виден да ну это исаки и везде только и не только потому что и время такое есть везде то есть вот эти вот балки не могли кузнецы сделать точно слишком огромное вот эти несколько рупоров рупорных антенн это колокольчик огромный вот он один он в другом находится все это еще и конденсаторы одновременно платки это гениально то есть если сделать эту модель это просто ну сейчас и такие компьютеры нужны чтобы это все рассчитать это по задумке насколько гениально все сделано когда я был наверху вот в этом барабане ну скажем так вот здесь вот я снаружи в одном месте штукатурочка отошла и там под ней была тоже шина медная медный лист ну явно не для утепления а где это ты был на этой а между вот эти колоннады внешние вот вот эти где стоят ангелы типа а то есть я хотел наверх да наверху да да на наши боевая десантура прошлой цивилизации была ангелочки воины вот с телепортами вшитыми это не не просто ангелы это с религией вообще никак не связано есть там собираем материал на видео он просто видел столько впереди в плане что ангелов не скоро дойдут так вот на этом барабане внешне так называемым между самым верхним куполом и большим куполом вот где вот ходят делать колонны вовне между колонны получается и вот этим куполом и там штукатурка в некоторых местах просто отлетела то есть наверху и там под ней видно такой лист такой проще говоря жирный такой медный лист снаружи но для чего он там нужен вопрос знаешь я тоже я вот там был не заметил там вся крыша медный там все статуи медные именно даже не бронз именно все зеленое уже вот абсолютно и получается что вокруг стен тоже медь то есть ну не до утепления а вот эти так называемые голосники что там делают да а голосники для вибрации да там сто тысяч горшков есть видео да я твое видео туда вставил в свое видео поэтому слуховые окна и голосники то есть голосники это чтобы настраивать фазоинвертор так называемый он же бас рефлекс это вот сабвуфер так называемый сабвуфер оставил снизу такую регулятор чтобы тонко настраивать на резонансную частоту сам купол большой большой динамик без слуховых окон под большой крышей которая является большим колокольчиком любой купол даже обычная крыша она слуховым окном слушать а что слушать звуковые волны вибрации то есть настраивание происходит и об этом у меня тоже есть видео сейчас передаю с нормальным звуком надеюсь то есть все ответы они уже есть они уже на поверхности со временем надеюсь докопаемся Женя да 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 я просто смотрю что да я просто смотрю что написано в часть устройства энергоинформационного купола и освещения круто да потому что вот тут подказ все показано где что и как идет да 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 я просто не видел такую картинку вибрация ну а это все неважно это все реверберации причем излучение они не вверх и вниз идут но это все вот видеть три купола четыре антенна наверху резонатор первое шарик он ртуть и золото антенна затем шарик резонатора затем несколько куполов усиливающих один через вибрации тонко настраивается чтобы на одну волну барабан так называемый передается на второй купол внешний который потом усиливаясь передает внутренний уже как бы корректирующим усиливающий тут еще один то есть это гениально это такой каскад который вот как вот в горне в трубе в рупоре большом он из маленького количества энергии через вибрации через потоки энергии передает и создает огромное количество энергии просто огромное это все направляется очень глубоко в землю но еще через заземление и обратно и вверх вниз ходят с огромной частотой смотри полезные для людей смотри пишет лезер крафт да спасибо за детям на мороженое донат так напоминает шар лабораторию теслы вот то что ты сейчас показывал да вот это ну тесла-то знал по башне нашел то что ушло да 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 вандер клифт и прочее это наверху и то что ты показывал и я потом себе залил немножко добавил это вот шары которые были наверху то есть точка рефункциональности для громоотвода шар не нужен даже наоборот шар он привлекает заряд вот именно что наоборот там потенциал больше будет да он получается будет привлекать молнии электричество а почему на всех громоотводах стоят шары не бред покажи еще раз вот это где схема была пожалуйста но это исаки сохранил во многие церкви и храм не пускай с телефонами это Ксюша пишет но не потому что там что-то такое да там просто вот взяли за такую традицию в церкви в храме типа нельзя с телефоном но во-первых снимать да это это первое второе что типа нельзя чтобы там звонки раздавались хотя знаете вот отвечаю что люди это в основном как бы кто-то воспринимает кто-то нет потому что очень часто бывает там на службе хрязь зазвонил и будет звонить там даже кто-то говорить начнет то есть кому-то можно да кому-то нет да сами бабки там обсуждают все и всех беспровод идешь один в церкви ходишь в своем весь собой помещенный в этих потоках хорошо работается думается все и там они начинают косточки всем перемывать даем там же написано русским по-белому что говорящим в храме посылается скорби они же сами под этой вывеской сидят и мягко говорят так что можно положить на все запреты мне кажется можно и поснимать вот о чем мне кажется пора так да да можно до утра сидеть а это что за собор как бы я знал ну да там может есть только сверху будет написано пока вот мне предлагают видео чат для взрослых порноху какую-то все так я что хотел сказать есть видео вот илья наверное будет показывать у тебя в следующем видео где регрессивный гипноз по событиям в нотр-дам очень интересно две женщины одна из них получается идет а другая работает вы знаете многие события там реально что называется просвещаются просветают что называется открываются то есть ты начинаешь понимать вот думал-думал ну что же там все-таки могло быть да потому что какие-то странные люди ходили там тоже многие заметили вот в пятницу я покажу да женщина которая далекая от техники она рассказывает про резонаторы что это такое розетка мне пришло резонатор про все что мы рассказываем там энергия как-то создается то есть она видит а для того как-то передается вот там эти штучки но я показываю это каллинеарная антенна вратарного типа да они придают энергию она говорит вот там вибрации но это у меня все видео есть вот эта часть которая посвящена технической части вот в пятницу выйдет анонс уже объявлен смотрите так что дождите смотрите а ты же не можешь залить то что по твоей части там про луч говорится со ссылочкой я за тебя разочи не спросил про луч это я же уже выложил на другом канале кто не смотрел смотрите потому что она в гипнозе а в гипнозе да она об этом и говорит вот интересно друзья то что я до этого видео да обнаружил там ну может быть не первый я может многие уже это заранее обнаружили там вот и объект был что я показал во втором видео и до этого показал про луч и все про все про это в этом сеансе сказано тоже подтверждено и со многими подробностями очень интересными и которые просто проясняют ситуацию вот так что совершенно верно то есть если же не что-то показал это ну догадка одного человека ну пофантазировать да само по себе не показалось превалирующего значения как доказательства это не имеет но если это подтверждается разными другими источниками и фотографиями людьми и людьми которые вот видят например то есть в совокупности картинка складывается и подтверждается накладывать друг на друга и и резонирует подтверждается одно и то же и тогда это говорит о том что все-таки некоторые догадки ну верные мне кажется что да это уже просто не просто фантазия если все уже начинают говорить про вибрации про потоки энергии про то что храма это не помолиться то что изначально это не были религиозными учреждения скажем так созданиями и так далее и то что как сгорело это не просто фантазии женя женя молодец он нарыл эту хорошую информацию хорошо ну это роскошно женя мы так до утра не закончим пора да можно в принципе ты посмотри я сейчас об этом не 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 все давай заверпляться значит я предлагаю так илья я тогда сейчас немножко еще там про другое расскажу потому что ульев время то другое это я тут мать в москве я могу поселить просто людям потом смотреть это в записи и тоже долго ну давай расскажи тогда и закончим зачем про что я хотел сказать ну во первых да опять же возвращаясь к этому гипнозу что женщина которая совершенно там по технике не разбирается может быть в других вещах очень хорошо разбирается но вот именно технических деталях она ну там как как умела так и говорила в принципе я так же всегда говорю потому что я в основном в основной части не технарь вот это все как бы придется нарабатывать все эти знания да она говорила именно все эти вещи о которых мы ульи больше всего на эту тему технических этих всех деталей да резонаторов излучателей и так далее всех этих систем разнообразных про те же rose windows она там говорила и она говорила что люди там действительно получали эту энергию про ну не буду всех деталей открывать там про все вот эти страшные статуи почему они для чего они там служили да у меня всегда было подозрение почему они там были а оказывается раньше что их не было о чем для чего они там были поставлены это другой вопрос я говорю о том что этот храм работал до сих пор на создание вот этой энергетики так скажем природной энергетики благоприятно воздействующей на всех и люди мне вот писают сейчас пишут да или писали где-то там в комментариях что даже там концерты всякие проводились и прям что буквально дух захватывало что называется мурашки по телу и волосы дыбом да то есть так описывали свои ощущения что там действительно вот это какая-то непонятная вибрация энергетика которая просто тебя поднимала да подъем такой то есть она человек если что-то плохо действует он почувствует а это значит действовало очень благоприятно благотворно да на человека что называется выхожу как на крыльях летаю вот то же самое я думаю там люди ощущали теперь этого не будет слава богу есть другие соборы один из них например святого Вита вот и еще в Киеве есть кстати говоря похожий собор в Рии в Таллине так сейчас секундочку надо не вспомнить потому что мне прислали эту ссылку да а ты Илья пожалуйста сейчас меня сейчас просто тут подтормаживать все будет тогда про этот собор потом расскажем открой просто ну сейчас будем уже завершать потому что правда уже два часа даже больше пошло за два часа вот это святого Вита можешь открыть так чтобы мы бегло осмотрели для сравнения еще раз собор святого Вита Прага прямо вот один в один вообще они все одинаковые да их много в Томске такой по-моему да я уверен что да что и в русских городах он прямо вот его изображение да вот вот это первое отлично вообще просто две башни роз windows все что надо и они конечно отличаются аллатриками в центре ух ты казалось бы да родноверческий типа русский символ что он тут делает да да как же так можно как же так можно это вообще вот они все вот это много вот это окошечки вот такие ну не случайно да слава бог друзья что эти работающие устройства и этот собор я думаю тоже еще работающий целиком называется служит тому чтобы все это собирать раздавать до сих пор он рабочий я просто уверен что эти технологии в них есть до сих пор потому что они очень сложно сделаны и чтобы там где-то что-то перепрыть это сплошная технология это невозможно чтобы где-то заблокировать что-то и все заземлить можно они все заземлены выше и тут может это да сейчас я покажу тебе видео где-то оно тут есть если надо на на скидку вот смотри казалось бы индия да 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 вот это он заземление было только что вот оно вот вот а сделать чтобы не было типа антеннка такая да да ну громад вот поставили хорошо следующую ищем ну в общем ты пока говоришь я сейчас найду полно да да я говорю что вот если просто наш у меня не подтормаживал я бы сейчас эту ссылку открыл вот она высота на какой высоте нужно иметь это все чтобы вот облака но это просто само все заземлено это неспроста на такую высоту что ближе к богу быть вон небоскреб современный то еле еле и там все все это заземлено ты говори городецкий костел святого николая то есть святители николая вот он как называется городецкий Киев городецкий костел святителя николая кстати он тоже какие-то похожие фигуры там каких-то животных беверли вот англия беверли министер вот он копия потому что одно назначение если у машины есть одно назначение у нее будет четыре колеса она будет выглядеть одинаково внутри вот эти вот такие же антенны потому что они все это усиливают внутри вот он алтарь все это звуками все это заточено где женился принц да и там их полно повенчался и у нас такое есть орган вот они как генератор нужных волн частот в общем тема друзья на самом деле мы ее сейчас все не осветили так что это будет продолжение может быть не обязательно каждый раз одно и то же потому что надо и другие тему охватывать вы поняли вы поняли о чем да речь шла что хорошо что такие системы еще остались они везде есть то есть нотр-дам это не ну с одной стороны не панацея да что это не только вот он один такой уникальный это очень жалко что такое случилось да но есть надежда что с остальными такого не случится что они еще останутся и будут нас радовать и будут излучать вот эту положительную вибрацию везде так что на этом на этой положительной ноте в Милане то же самое ох ты слушай и не повторяются формы этих окон вообще ни разу это что-то вообще ну просто остановили это Христос ну это не Христос это любительская съемка в том качестве не очень ну просто останови просто останови вот посмотреть на эту красоту я думаю что лицо туда просто позже сделаем могли да влепили просто крест просто крест как часть вот этого узора цвет даже другой вот это вот серенькое вот видно видно вклеили просто к сожалению вот такое вот делали да зачем-то понятно зачем как покрыва на нерле была реставрация и якобы сбили все все внутренние фрески все все изнутри все покрытие сбили ну как так что за реставрация молотком сбивали и в покровском соборе то же самое так называют да языческие символы остались снаружи верить то же самое покровка соборе который копия этого спаса на крови в санкт-петербурге то есть один в один вообще практически один в один они конечно все равно по-разному сделаны жить нашел да вот смотрите обычная церковь даже без купола в Англии как всегда с часами кому там смотреть верующим странно часы как работали да 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 просто шпили хрень поставили и вон на каждой башенке заземления вот тут вот теперь понимаю для чего все это сделано на каждой башенке ни один большой а именно для надежности на каждой башенке ну чтобы да чтобы уж убедиться чтобы точно для надежности чтобы никакой энергии не проходило вот она смотрите видно видно это все искусственно все искусственно вот оно замечательный собор тоже раз два на каждую на каждую чтобы уж наверняка да еще в центре это поставили к сожалению то же что и этот каотический собор так называемый ну принцип другой каменный там вибрации немножко иначе энергии иначе производится вибрация без купола купола это антенна купол не всегда нужен вот вибраторные антенны вот вибраторного типа вот они коллинеарные вот они так не всегда но заземляют чтобы не работало чтобы не чувствовали люди энергии не оздоравливались все на виду просто нужно открыть глаза и увидеть спасибо коллеги соратники спасибо открой какую-нибудь красивую картинку под завершение чтобы этот какой-нибудь ровс windows открыть надо да вот аж душу радует ищешь аудиокниги по английскому шпреху я на английском вроде ну вот интересно яндекс реклама вообще на бу вот хочу проверить следующее наверное будет что-то для увлечения членов есть такое подозрение ладно все меня уже понесло да все реклама это это двигатель всего так ну и да еще одна красота в общем друзья ну будем надеяться да вот просто будем следить за событиями я буду надеяться все будем надеяться что хотя бы другие такие комплексы да вот они полно их производящие в общем электростанции можно их назвать что они хотя бы сохранятся для нас для вообще чтобы ну чтобы точно сохранилось ходите снимайте любую церквушку рядом снимайте мучайте попов как могли построить это все и прочее хуже не будет добра в общем друзья быть добру спасибо за ваши сообщения за общение я смотрю у вас до сих пор еще много разгар какой прям район видел много надгробия очень старых века на присылайте пожалуйста да если вы сфотографируете надгробия в группу вк присылайте мы посмотрим да и спасибо за сообщение на экран за помощь вашу за донат да в общем друзья я не знаю когда у меня наберется сумма на этот ковдорокоптер едем дальше изучаем показываем дальше что будет то будет всем добра и на этой позитивной ноте мы наверное завершим да вот очень красиво собор прям под конец стрима супер вообще просто позитив все всем спасибо Илье спасибо всем вам до свидания до новых стримах до новых видео а скоро выйдет у меня новое видео пока секрет все всем пока